Приветствую вас И Наверное Первое с чего Нужно начать Это С того Что Заметить вам Что вы очень уверены в себе Вы очень уверены в себе И вы ориентируетесь На общественное мнение людей Эээээ Эээээээм С чем это связано? С чем связано, что вы ориентируетесь на Общерпанное мнение людей Почему вы Считаете Единственной верной Точку зрения Согласно которой Ну Мужчина Всем сказать, что вот я больше не сердценик, у меня была девочка, теперь я такой, как вы все. Правда, кричит в том, что даже если вы переспите с девочкой, это ничего не изменит, на самом деле. Именно для мужчины это ничего не изменит. Да, первый секс важен для девочек, и в эмоциональном смысле, и в физическом смысле, безусловно. Но не для мужчин, в силу их, опять же, физических особенностей и в силу психологических. Поэтому возникает два основных мотива, которые двигают вами при переживаниях и страхах за свое будущее. Первое. Для чего вам любовь? Для чего вам девочка? Что она вам должна по-вашему дать? Что вы должны по-вашему от нее получить? Ну, кроме секса, конечно. Это первое. Второе. Значит, вы сами, вот вы сами можете спросить себя, что вы можете дать девочке? Почему она должна быть именно с вами? Ответьте себе на этот вопрос. Это вот то, что касается именно девочек. Теперь дальше. Вам важно занимать определенное место в социуме. И я вас понимаю. Я понимаю, что вам нужно занимать определенное место в социуме. Но, если у вас нет друзей, из-за того, что вы девственник, если никто не хочет, как вы говорите, с вами общаться, потому что вы девственник, то это не поэтом. Связано это всем другим. Вашей неуверенностью в себе, с вашими комплексами, с вашими страхами за свое будущее. Кстати, почему вы боитесь за свое будущее? И какое значение вы вкладываете в девушку для себя? Каково значение для вас, женщин, вообще? Понимаете, именно из-за высокого, большого отношения девушек для вас, вы и не можете с ними построить отношения. Потому что, сперва, общение строится на общечеловеческих принципах, потом на социальных принципах, а потом и на личных. То есть, так происходит процесс сближения. И вы на каждом из этапов этого сближения выступаете в определенном качестве, в определенной степени, и так далее. И если вы не можете выступать в общечеловеческих, индивидуальных и социальных качествах перед девушкой, а что это значит? Это значит, что вы не можете, например, воспринимать девочку как человека. То есть, она для вас или будущая жена, или объект сексуальных влечений. То есть, естественно, у вас ничего не получится. С такими запросами, а я имею ввиду запрос на именно супругу и на объект сексуальных влечений, вам, соответственно, нужен брак по расшиванию, где вы договариваетесь и предлагаете что-то девушке взамен она предлагает что-то вам, и таким образом вы загружаете брак. А что касается второго, то вам к девушкам легкого поведения, где за деньги вам, опять-таки, дадутся свой хотите, и вы не будете девственниками. Если для вас это так важно, то, может быть, имеет смысл воспользоваться этим, чтобы вы перестали стыдиться с себя, и чтобы значение девушки слова снизилось, хотя бы в этом контексте. Но поймите, неуверенность в себе она не уйдет, она не связана с девушками, она связана именно с вами, с вашим предпринятием себя, с вашими социальными ролями, с вашим кругозором, с вашими способностями. Она связана с вашими отношениями с родителями, которые не привили вам необходимых качеств для того, чтобы вы выстраивали нормальные здоровые отношения с людьми. Раз у вас нет друзей и с вами никто не хочет общаться, то проблема куда более серьезная, чем та, что вы обиженствовали. Дело здесь не в девушках, дело здесь в ваших общих комплексах, то есть искаженного понимания себя, искаженного представления о себе, основанного на том, что говорят о вас люди, то есть неуверенность. Когда вам человек говорит, что вот вы, например, такой-то, 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 вы ему верите, вы думаете, что он прав, и соответственно мыслите о себе в этом контексте. Это ошибка, потому что так действовать нельзя. Это леченок всякого смысла, это деструктивная установка по-самому детству. И тогда первое, о чем вам нужно поговорить, это детские родительские отношения. Второе, о чем с вами нужно поговорить, это восприятие себя к вами. Как вы себя видите, как вы себя воспринимаете, как вы себя оцениваете, ну и так далее. Вам важна любовь, вы хотите любви, вполне возможно, потому что вы сами себя не любите. И как это не парадоксально звучит, но чтобы любить кого-то, нужно любить себя. Поэтому начиная с этого момента, необходимо будет с вами идти именно в этом контексте. И детско-радительские отношения выступают здесь именно как препятствие как стена при вашем адекватном правильном отношении к себе. То есть вам не нужно учиться взаимодействовать с девочками. Вам нужно учиться принимать себя таким, какой вы есть. Вам нужно не бояться и вам нужно учиться жить с собой. Наедине хотя бы. И чтобы это все сделать, нужны регулярные работы с психологом. я бы наверное порекомендовал вам сперва поработать с мужчиной психологом, чтобы он дал вам определенные мужские модели татерны поведения. А потом отработать именно с женщиной эти самые модели. то есть чтобы женщина психолог помогла вам постепенно научиться общаться именно с противоположным полом. Потому что мужчина все-таки может только дать средства для этого. Ну или если у вас есть какая-нибудь знакомая девочка или родственник, то можете с ней попробовать она я думаю сможет оценить то, что вы будете делать как женщина. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.